История династии Романовых это три столетия истории нашей страны. Начиная с избрания на царствование Михаила Федоровича и заканчивая отречением Николая II Александровича, семья строила одно из сильнейших государств, когда-либо существовавших на планете. Тем более страшным представляется случившееся с последним русским императором и его близкими. Дата очень непростая, на мой взгляд. Это момент, когда перевернулся ход истории, когда вектор развития нашего государства пошел по совсем другому пути. Позади уже почти век, но многие обстоятельства гибели царской семьи вскрылись лишь недавно. Кровавые события февральской революции привели к тому, что 15 марта 1917 года Николай II отрекся от престола. Вскоре его арестовывают, отправляют в ссылку в Тобольск, затем в Екатеринбург. Там Николая, его жену, детей и приближенных убивают. Главное сделать выводы для себя и для страны в целом. Потому что такое событие, оно вскорыхнуло в жизни всех нас. С 18 века род Романовых практически переплетается с западноевропейским родом Гольштейн-Готорбским. Однако, по многочисленным свидетельствам, несмотря на кровь, Романовы продолжали считать себя русскими. Как бы за его спиной вся Россия, весь народ, рядом ее верная супруга, уже не англиканка от рождения, не немка по крови. А как она сказала, я русская, готова разделить со своим царем, своим супругом венценосным и своим народом, раз я русская, с русским народом, разделить все, что Господь уготовил этому народу, этой стране. Мемориал в Захарово необычен по исполнению. Это скульптурная икона. По задумке, лица каждого члена царской семьи выражают решимость, отношение к вере, принятие своей судьбы. Очень волнительно это для меня, потому что действительно эта вещь была для меня очень важна в творчестве. Мне, конечно, очень приятно, что есть такой отклик. Спасибо. Храм Валяухова ежегодно принимает сотни паломников. В царские дни 16 и 17 июля здесь собираются общественные организации, казачьи отряды и просто неравнодушные. Жалко семью. Семью очень жалко. Да и вообще, как это так можно было сделать? Невероятно. Я думаю, что идет осознание, понимание. Ведь народ обманывали, очень долго обманывали, но бесконечно долго нельзя обманывать. Народ прозревает, кается и я думаю, что возродится. После литургии и открытия памятника собравшиеся смогли испытать себя в многочисленных мастер-классах и даже покататься на лошадях. В завершении дня состоялся торжественный концерт. Святослав Савенков, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.